Как выбрать кредитную карту? Кредитная карта предоставляет доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка. Используя кредитную карту, вы можете получить у банка деньги в долг, а потом вернуть. Звучит привлекательно, но нужно тщательно подойти к вопросу выбора кредитной карты. Давайте разберемся, на что обратить внимание, выбирая кредитную карту. Первый вопрос, который стоит задать себе, действительно ли вам нужна кредитная карта. Это удобный платежный инструмент, но он предполагает самодисциплину, организованность, умение считать, а также регулярный доход, чтобы вовремя погашать кредит. Ведь если просрочить платежи, вернуть банку придется куда больше, чем вы взяли. Возможно, будет выгоднее накопить на желанную вещь, а также откладывать деньги, чтобы в случае непредвиденных расходов у вас был запас. Тогда не понадобится занимать у банка. Как пользоваться кредитной картой без переплат? Если вы, все взвесив, решили, что вам необходима кредитная карта, изучите предложения разных банков. Сравните условия, обратив особое внимание на кредитный лимит, грейс-период, на расходы на использование карты, а также на программы лояльности и возможности копить бонусы. Рассмотрим каждый из этих пунктов по отдельности. Кредитный лимит. Сумма, которую банк готов вам одолжить, ограничена. Каждый банк определяет лимит, исходя из платежеспособности клиента. Если вы уже клиент банка, то есть у вас есть счет, куда регулярно поступают деньги или вклад, вероятно, лимит будет больше, чем в новом для вас банке. Кредитный лимит может быть увеличен, если вы регулярно тратите деньги с кредитной карты и аккуратно их возвращаете. Грейс-период. Почти у всех кредитных карт есть так называемый грейс-период, срок, в течение которого проценты за использование средств не начисляются. И если вы займете у банка деньги и вернете их в установленный договором срок, платить лишнее вам не придется. Обычно грейс-период составляет 30-60 дней и включает в себя время, в течение которого вы делаете покупки, обычно месяц, и время, в течение которого вы должны вернуть деньги. Некоторые банки предлагают увеличенный льготный период. Однако не все так просто. В течение этого периода вам все равно придется погасить какую-то установленную часть долга. Или же у кредитной карты с увеличенным льготным доходом ограничен функционал. Скажем, ею можно платить не везде, а только у партнеров банка. Расходы за использование кредитной карты Кроме денег, которые вы, собственно, займете у банка и которые вам придется вернуть, кредитная карта может предполагать и другие расходы. Например, процент за пользование кредитом, платы за годовое обслуживание, комиссия за переводы или снятие наличных в банкомате банка. Сравните все условия в совокупности. Например, невысокую плату за годовое обслуживание банк может компенсировать высоким процентом за пользование кредитом. Проверьте, не пытается ли банк навязать вам дополнительные услуги, которые вам не нужны, например, страхование или удаленное обслуживание, но за которые придется платить. Уточните, обязательны ли подобные услуги и сколько они стоят. Проверить стоит и сумму годового обслуживания. Многие банки не берут плату за годовое обслуживание в первый год, но могут взять за последующие. Обратите внимание, термин «годовое обслуживание» не обязательно значит, что вы платите за пользование картой только раз в год. Например, одну двенадцатую часть суммы за годовое обслуживание с вас могут списывать раз в месяц. Почти все банки берут комиссию за снятие наличных денег с кредитной карты. Обратите внимание, комиссия может быть в виде процента от суммы снятия или в виде определенной фиксированной суммы. Например, процент за снятие наличных по вашей кредитной карте – 4%, но не менее 300 рублей. Поэтому если вы снимете 300 рублей, то комиссия составит не 4% от снимаемых вами 300 рублей, а те же 300 рублей. Все 100% от суммы. Если же вы снимете 7500 рублей, то заплатите тоже 300 рублей, как раз положенные 4% от суммы. Ну а любая сумма больше 7500 будет стоить вам 4% комиссии. Комиссию могут снимать и за переводы денег с кредитной карты на другую карту или расчетный счет в банке. Поэтому самый экономный способ использования кредитной карты расплачиваться ею за покупки и услуги в обычных интернет-магазинах. Бонусы и программа лояльности Программа лояльности – это способ вернуть часть из потраченных средств. Поэтому, выбирая карту, изучите бонусные программы, которые предлагает банк, и оцените, полезно вам это предложение или нет. Например, если у вас нет машины, вряд ли вам понадобится скидка на услуги автозаправочных станций. Зато если вы часто летаете, вам пригодятся бонусные мили. Стоит ли пользоваться кредиткой, которую банк прислал мне в подарок? Бывает, что некоторые банки дарят клиентам кредитные карты. Например, при оформлении кредитов или дебетовых карт. Они предлагают активировать кредитку в любое время через личный кабинет, мобильное приложение или позвонив в банк по телефону. Не спешите этого делать. После активации с карты могут начать списывать плату за обслуживание, и тогда возникнет долг по кредитке. Кроме того, действующие кредитные карты учитываются при расчете вашего личного показателя долговой нагрузки. Если этот показатель окажется высоким, то банк может отказать вам в выдаче кредита, который действительно будет нужен, например, на покупку квартиры, машины или на ремонт. Прежде чем активировать кредитную карту, оцените, действительно ли она вам нужна. Внимательно изучите все условия – плату за обслуживание, различные комиссии, проценты, которые будут начисляться на долг. Может выясниться, что у подаренной кредитки они не самые выгодные. В этом случае просто откажитесь от карты и верните ее банку. Порой банки присылают карты на домашний адрес. Такой способ доставки несет в себе определенные риски. Посторонний человек может достать карту из почтового ящика и скопировать ваши персональные данные. Либо недобросовестный курьер сфотографирует вашу карту. Если вы опасаетесь подобных утечек конфиденциальной информации, лучше получайте карту в отделении банка. Итак, вот правила разумного выбора и использования кредитной карты. Внимательно читайте договор, все приложения к нему и сравнивайте предложения и условия разных банков. Вовремя погашайте долг, по возможности не выходя за рамки грейс-периода. Расплачивайтесь картой, старайтесь не снимать наличные в банкомате. Выбирайте интересные для вас программы лояльности, накапливайте бонусы. И помните, что кредит придется отдавать в любом случае, даже если у банка отзовут лицензию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова